Привет всем, дорогие подписчики, гости моего канала, с вами Нирамс, и у нас будет рубрика ответа на вопросы подписчиков. Ко мне недавно обратился подписчик с просьбой подобрать ему сборку за 50 тысяч рублей. Но он сказал, что если нужно будет потратить чуть больше, он спокойно может потратить 56-58 тысяч рублей. Я подобрал два варианта, сегодня мы с ними ознакомимся. Один из вариантов мы подобрали в Computer Universe, второй вариант мы подобрали в Regardist. Сразу говорю, это сборки чисто для компьютерных игр, а не для монтажа, не для работы, и без возможности дальнейшего апгрейда на такие процессоры, как i7-8700 и i7-8700, потому что на бюджетные материнские платы составить топовый процессор это как-то немножечко неправильно. Ну, в принципе, нашему подписчику дальнейший апгрейд и не нужен был, мы это все обговорили, поэтому остановимся вот на этих двух вариантов. Давайте-ка ознакомимся сначала с вариантом с Computer Universe. За основу я взял процессор i5-8400. Это самый дешевый i5 на базе Coffee Lake, достаточно хороший процессор для компьютерных игр, который выдает большое количество FPS и на котором достаточно низкое время кадра. В качестве материнской платы к данному процессору я решил взять такую материнскую плату, как Asruk H110M HDV. Она в Computer Universe стоит всего лишь 3681 рубль. Это достаточно хорошая плата для этого i5. Для i5-8400 данной платы будет за глаза, с учетом того, что дальнейший апгрейд нам не нужен. В качестве оперативной памяти я решил взять такую оперативную память, как G-Skill Value, может быть, неправильно произнес, не обращайте внимания, на 16 гигабайт DDR4, 2400 по скорости на 15-х таймингах. Достаточно неплохая оперативная память, опять же говорю, на 15-х таймингах. Как обычно, вся дешевая оперативная память либо на 16-х, либо на 17-х таймингах. А тут при том, что данная оперативная память стоит недорого, она, в принципе, имеет довольно неплохие показатели по скорости. И стоит всего лишь 10 370 рублей, что есть довольно хорошо. В качестве видеокарты мы берем такую видеокарту, как GTX 1060, WinForce на 6 гигабайт. Она тут стоит у нас 18 531 рубль, что, опять же, повторяю, достаточно немного. В качестве блока питания к данному компьютеру я решил взять блок питания от компании Seasonic с небольшим запасом на 620 Вт. Он стоит всего лишь 3619 рублей в Computer Universe. И хорош тем, во-первых, что, первое, это блок питания от компании Seasonic, что говорит нам о очень хорошем качестве данного блока питания, второе на 620 Вт, то есть он с небольшим запасом. То есть в приоритете вообще можно поставить будет когда-нибудь сюда и более какую-нибудь мощную карту, и 1070, и 1080, по сути. А с 1060 данный блок питания будет работать не на всю мощность, то есть он будет меньше нагреваться, меньше расходовать свой ресурс и проработать как можно больше. В качестве жесткого диска я решил взять такой жесткий диск, как Western Digital Blue на 1 ТБ с скоростными показателями 7200. В Computer Universe он стоит всего лишь 2509 рублей. В качестве кулера я решил взять Arctic Fraser 33. Он тут стоит на Computer Universe всего лишь 1471 рубль. Достаточно хороший немецкий кулер за эти деньги. К нашему i5 его хватит с головой. Есть другой вариант купить как бы тот же i5-8400 в боксом исполнении, но такое исполнение будет стоить на 1000 рублей дороже. И по мне кажется лучше взять в исполнении OEM и отдельно докупить такой кулер, который опять же стоит недорого. То есть мы доплачиваем дополнительно 500 рублей и получаем достаточно хорошую такую башенку, которой данного процессора будет хватать с головой. Дополнительно я решил под систему взять SSD на 120 ГБ за 2208 рублей на 120 ГБ от Western Digital Green. На самом деле такое бюджетное решение. Конечно, можно бы купить какой-то более качественный, более крутой накопитель. Но мы тут исходим из того, что бюджет ограничен. Конечно, если у вас есть деньги, лучше доплатить и взять какой-нибудь крутой Samsung, допустим, до 960-950-х. Но так как у нас бюджет ограничен, выбираем из того, что мы можем позволить себе. Кстати, сборка на компьютер-универс у нас получилась на 52 825 рублей. Плюс к этому всему вы добавляете стоимость доставки. В среднем в бюджет этого мальчика мы укладываемся. И да, не ругайтесь, что название видео сборка за 50 тысяч, а тут у нас получается чуть дороже. Это такая оптимизация видео под поисковые запросы. Приступаем к Регороду. Смотрите, за основу мы берем, опять же, тут i5-8400 в качестве материнской платы. Мы берем ASRock B360M HDV. Эта материнская плата стоит тут 5250. Берем такую материнскую плату, потому что более каких-то дешевых материнских плат, хороших мы, к сожалению, взять тут не можем. На 110-х пока в Регородье нормальных плат не увидел. Еще есть второй вариант. Мы можем добавить денег и взять самую дешевую плату на Z-чипсете. Опять же, это получится на 2000 рублей дороже. Единственное из преимуществ, какое мы получим, что мы сможем разгонять оперативную память. Стоит ли ради этого переплачивать деньги или нет, решайте сами. Это как вариант, кстати, тоже довольно-таки хороший, потому что мы сможем тогда поднять частоту оперативной памяти хотя бы до 2800 или даже до 2933, что положительно скажется на общей скорости работы всей системы. В качестве оперативной памяти в данном случае я решил взять Patriot Signature 2400. Стоит тут всего лишь 11500 рублей, имеет частоту 2400. По цене и качеству для данной системы из бюджетных вариантов это один из самых лучших вариантов. Crucial я тут не нашел на 2400, в комментариях этого писать не надо. Тут такой оперативной памяти нету в данный момент. Хотя на самом деле может даже и хорошо, что нету, потому что в отличие от Crucial, как имеет 17-е тайминги, данная оперативная память имеет 16-е тайминги, что довольно-таки хорошо. В качестве жесткого диска, как и в первом варианте, мы будем использовать Wester Ditchell на 1 терабайт Blue. А с остальными запчастями уже у нас заморочка сейчас будет, потому что в Регарде все цены намного больше, чем если бы мы заказывали из Германии и покупать хотя бы, опять же, тот же самый Seasonic или видеокарту хотя бы на 6 гигабайт, как вот в первом варианте, потому что в первом варианте мы выбираем видеокарту на 6 гигабайт, то, к сожалению, у нас денег в Регарде хватит на видеокарту только на 3 гигабайта. Стоит ли это делать или нет? Ну, хотя бы так надо собирать, потому что собирая систему на базе GTX 1050 Ti на 4 гигабайта, я полностью не рекомендую, потому что GTX 1050 Ti на 4 гигабайта, она медленнее, чем GTX 1060 на 3 гигабайта. Поэтому нет никакого смысла покупать GTX 1050 Ti на 4 гигабайта к этой сборке. Но если деньги есть, обязательно покупать 1060 на 6 гигабайт. В общем, не экономьте. В качестве блока питания мы берем Чифтек на 500 Вт, ГПЕ, 500 С. А с бронзовой сертификацией стоит тут 2620 рублей, хотя буквально недавно, пару дней назад я записывал обзор на блоки питания, продаются в Регарде. И данный блок питания стоил дешевле на 120 рублей. У него нет особых никаких просадок по 12-вольтовой линии. В принципе, за эту цену, наверное, это один из лучших вариантов, которые вы можете взять. К этой всей системы также берем кулер Deepcool GameMax S40 за 1670 рублей. И накопитель твердотельный на 120 гигабайт и SSD Smart Buy Special 3. Ну, просто под Windows, по систему, чтобы был. Опять же, не лучшие варианты, что кулер, что накопитель. Но мы исходим из бюджета, потому что что-то более дорогое и более хорошее мы купить не можем. Что я могу предложить? Конечно, поднакопить денег и собрать что-то более хорошее с более хорошими запчастями. Но если у нас бюджет ограничен, приходится собирать из того, что вот есть. И получается у нас на сумму 55 830 рублей. В общем, что там с доставкой, что тут без доставки, цена плюс-минус одинаковая. Ребят, на этом я заканчиваю данное видео. Надеюсь, я помог данному подписчику. Спасибо за просмотр. Можете подписаться на канал, поставить лайк, если вам видео не понравилось. То не жалейте дизлайков. Можете нажать на колокольчик, на колокольчик нажать, что хотите. Получать уведомления о новых моих роликах. И можете еще также сделать репост данного видео, если хотите помочь в развитии моего канала. Потому что репосты очень сильно помогают развивать каналы. Поэтому я буду очень благодарен, если вы сделаете репост. Ну что там. Пока всем. До новых встреч. Пу! Продолжение следует...